кого ты винишь в этом скорее всего правительство украины у это же естественно россия как бы она просто отвечала на это все грубо говоря как говорят российские оккупанты мы просто отвоевывали своей территории в этом ничего такого не вижу россия это как помощь даже грубо говоря у украины есть нато у нас есть россия ничего личного а как ты думаешь что нужно для того чтобы это закончилось чтобы твои сверстники через какое-то время говорили о музыке чем-то прекрасном они о том о чем мы сейчас с тобой разговариваем я не знаю сколько времени должно пройти до этого момента мне кажется еще война затянется на лет пять а что нужно чтобы все закончить нужно чтобы либо россия либо украина выставили какой-либо ультиматум ну и как-то выставляет вот зеленский выставил ультиматум буквально территорию и вернуть донбасс в украину но я мне кажется не для того не будет ну потому что это нелогично зачем тогда умерло столько людей даже ну так с детской точки зрения зачем умерло столько людей что потом в один момент подписали соглашение все а далее обратно почему например ты не хочешь в украину ну мне там допустим не комфортно когда ты общаешься с ребенком он же ребенок ребенок который говорит совершенно как взрослый совершенно я вспоминаю себя в его возрасте я понимаю что мне оказывается повезло вырасти без войны а сейчас я у него спросила общается ли он со сверстниками из украины хочет ли он в украину мы услышали то что мы услышали я честно когда ехала сюда больше всего боялась как раз того что не получится честный материал что такое для меня честный потерял почему я хочу сделать честный материал я не хочу чтобы в украине посмотрели и сказали о боже вот она сделала что-то какую-то очередную условно говоря пророссийскую пропаганду но словно люди которые уехали отсюда думают по-другому мы просто ретранслируем точку зрения людей которые здесь и что еще очень важно находясь все это время в киеве я честно говоря ну это очень больно когда ты видишь детей которые бегают во дворах с игрушечными автоматами с криками с криками давайте убивать русню и от мысли что дети растут в этом и какими они вырастут честно у меня просто ну мороз по коже ну что сказать спалая плохо проснулась в районе четырех утра от очень громкого взрыва смотрю сводки более 24 фактов ведения огня более ста двадцати девяти единиц различных боеприпасов по донецку в том числе установки град 6 раненых гражданских и такое здесь каждые сутки мы уже привыкли ко всему поэтому нам это не страшно как это может быть не страшно вот узнаете я здесь наш это наш статок спокойный это наш но а здесь же прилет каждый день вчера буквально понимать киевский район очень большой так что как вы там все живете 15 года мы здесь 14 постоянно вот я слышу это как раз прилет только что правильно это там далеко это возле аэропорта так мужчина вчера здесь погиб вот в этом районе недалеко от вас ну мы знаем что в киевском а где нам по телевизору не киевский район а киевский район большой мы знаем что в киевском да погиб мужчина и там ты человека ранен именно в киевском районе а где именно мы не знаем вот надо сходить мазин кошки купить у меня кошка голодная вот сегодня не решилась соседка звонит старушка что если что по и мне купи что-нибудь ну сегодня не пойдем так почему не уезжаете а куда работаю а куда здесь рядышком работа у меня кошка это же он ниже 2 старушки живут 1 92 года другой она лежачая вообще другой 84 куда их бросить и уехать после 24 на много стало сложнее но сначала эскалацию стала гораздо сложнее с началом войны войны хотя я думаю война здесь все эти моменты конечно на добавить такие моменты что устрелить стали застрелять больше как ну как шестнадцатом году вот так бывает таки да в украине уверены что нужно возвращать донбасс украину не будут никогда к ним донбасс никогда к ним донбасс не мы им никогда не просим то что они сделали с нашими у меня кладбище возле аэропорта у меня там отец похороненный и мать я никогда не прошу то что они сделали там кошмар что творится там вообще ужас и мы не можем туда попасть не уже 4 года туда не могу попасть потому что там просто кошмар вот собственно квартира в которой я живу в Донецке и сообщение, которое мне пришло вчера. Внимание, вода в город Донецк будет подаваться один раз в три дня с 19 до 21. Значит, сегодня, как собственно и вчера, я буду мыться вот так. Честно говоря, никогда о себе бы не подумала, что для того, чтобы помыться, мне будет достаточно одной кастрюли воды. Вот такая история с невероятным количеством баклажей в каждой квартире Донецка. И, честно говоря, одно дело перетерпеть пару дней, когда ты узнаешь, что потом уедешь, другое – жить так постоянно. Воду носим, воду нам поставляют, и так дают нам раз в три дня. Раз в три дня сейчас дают, да. А так все равно воду носим. Ну что ж. Никто не сказал. Вот, допустим, мы даже добивались. Скажите нам, пожалуйста, у нас 15 дней нету тепла, отопления. Скажите причину, чтоб мы вас не беспокоили. Но нам же никто ничего не говорит. А цены в магазинах видели какие-то? Нет. Цены даже дороже. Это ужас. Как можно на эти копейки жить здесь? А получая 10 тысяч, что можно на 10 тысяч купить? И лекарства, и покушать. Можно?